Всем привет! С вами Юлия и сегодня я хочу подвести итоги февраля месяца. Сегодня 28 февраля, воскресенье, последний день и февраля, и также последний день зимы, ну календарной. Конечно, еще не во всех регионах, не во всех странах пришла настоящая весна. У нас потихонечку уже наступают весенние дни, чувствуется тепло солнца, но еще вот временами бывают перепады, и вот сегодня очень-очень ветрено, но на самом деле я думаю, что природа быстро возьмет свое и скоро-скоро нас порадует теплом, яркими красками, втением птиц, ну и, конечно же, цветами. Итак, подведем итоги февраля месяца. Для меня февраль достаточно был продуктивным. Первая неделя не очень, но остальные две недели у меня активные были, ну и третья тоже, в принципе, я считаю, что тоже очень была активная неделя. Я веду вот такой вот маленький блокнот по дням, где я записываю просто, что я вышивала каждый день, вышивала или не вышивала. Вот, и, в принципе, большая часть февраля у меня была вышивальной и, так сказать, очень продуктивной. Поэтому давайте подведем итоги, посмотрим, что у меня получилось. В этом месяце у меня два финиша. Один маленький, второй большой финиш. Начнем, наверное, с самого основного, потому что он здесь у меня уже организованно будет стоять, украшать мой рабочий стол, пока мы с вами будем общаться. Это мои львы, африканские львы. Это Dimensions, оригинальный набор. Давно я начала этот процесс, еще в 2018 году, и он у меня был, я на текущем вышивался иногда по чуть-чуть. Сам процесс очень легкий, здесь нет каких-то сложностей, нет того сложного бэкстича, как у Dimensions, бывает много насыщенный. Но здесь совсем мало бэкстича. В основном полукрест, все очень-очень просто. Тем не менее, процесс вышивался долго, потому что, ну, понятное дело, много процессов, и все хочется вышивать. Поэтому тут уж кому как повезет. Вот. И в этом месяце, в феврале, случился все-таки этот финиш долгожданный. Ура, ура! Моя работа завершена. Прекрасные львы. Шикарные. Конечно, оценить эту вышивку можно уже только в полностью завершенном варианте. Представьте, когда оформится, какая это будет красота. Потрясающе, правда? Настолько живые все яркие краски. Хочется любоваться, любоваться. Вот. Такие у меня львы от фирмы Dimensions. Завершились. Как я рада, как я рада. У меня есть уже готовая большая работа. И второй финиш. Работа маленькая, но, тем не менее, очень трудозатратная. Ну, не смогу я вам показать прям детально. Я вставлю фотографии. Это бескорню от фирмы Reolis. Вышивка на Лугане 25-го каунта. В одну ниточку крестиком через одну нить переплетения. Вот такое изделие. Ну, я вставлю фотографии. Параллельно будем разговаривать. И вы будете смотреть на фотографии этого изделия. Что хочу отметить по поводу этой вышивки. Первый раз я вышивала крестиком в одну нить через одну нить переплетения. Для меня это что-то новое. И мне казалось, что, ну, наверное, я не справлюсь. У меня были какие-то сомнения. Я думала, будет процесс идти очень долго. И действительно, первые крестики, когда я сделала, я поняла, что это для меня сложно. Сидела, высчитывала, боялась ошибиться и делала ошибки. Но потом, через пару дней, зрение как-то перестроилось. И я сразу увидела все эти переплетения. Мне стало легче считать. И процесс меня настолько увлек, что я просто не могла остановиться. Мне хотелось поскорее завершить эту бескорню, выполнить, посмотреть, как будет выглядеть все это изделие. И меня очень увлекла вышивка через одно нить переплетения. Знаете, прямо появился такой стимул еще что-то вышить. И я знаю, у Риоли есть разные тоже такие интересные и украшения. Различные такие штучки красивые, которые вышиваются через одну ниточку переплетения. Вот я прям, наверное, заведу себе такую рубрику. Обязательно вышивка через одну нить переплетения. Что еще хочу сказать по поводу этого изделия. Единственное, что я здесь изменила. Я не пришивала бисер с боковой части по шву. Я сделала обычный шов. Потому что я заметила, что бисер мне не нравится сбоку, как он смотрится. И он цепляется. Поэтому я буду делать только обычный шов. И, конечно же, в моей коллекции есть еще много разных прекрасных маленьких таких бескорнюшек. Есть бескорню, есть зигугун, есть еще игольница, он Риолис. Все это постепенно будет вышиваться. Так, что еще было интересного в этом месяце, в феврале. А, в феврале я приступила к... В феврале у нас стартанула игра в рулетку в группе ВКонтакте. Вышиваем вместе с Юлией Творчества. Где у нас участвуют три процесса. И рулетка выбирает один из этих трех процессов. И выбирает количество крестиков. Ну, решили мы тоже поиграться. Вот. И в этом проекте я вышиваю один из наборов. Это вот фирма Джанлин. Четыре сезона птиц. Давно я мечтала его начать. Ну, все, понимаете, много всего. И не успеваешь все вышивать. Вот. И я приступила. Приступила к этому дизайну. Посмотрите, что мне удалось вышить. Практически половина... Ну, половина сюжета первого у меня готова. Вот такая птичка с гнездышком. Цветочки. Но нет здесь бексича. Поэтому все очень смазано. Я надеюсь, что в феврале месяце хотя бы бексич здесь появится. Ну, будем смотреть тоже по игре. Как повезет. Заменила я основу. В оригинале в наборе шла у нас Аида. Я здесь использую основу от Обельхорн Ева. 24-й каунт. И что я хочу сказать по поводу этой основы. Да, равномерно. Да, крестики ложатся хорошо и прекрасно. Но так как основе много синтетики, все-таки это, наверное, не для вышивки. Это для скатертей, для каких-то сумочек, штор. Это основа не для вышивки картин, скажем так. Но вышивать, конечно, на ней можно. И, в принципе, получается очень даже симпатично. Но я для себя сделала такой вывод, что все-таки эта основа не для вышивки. Я буду также пользоваться этой основой для каких-то особенных дизайнов. Ну, либо, может быть, буду делать что-то прикладное. Вот такой у меня здесь опыт с этой основой. Ну, и вышивка сама была непростая. Мне, сколько здесь у нас? Две тысячи крестиков. Даже запомнила две тысячи крестиков. Дались непросто. Много три четвертых креста. Часто смена нитки. Вышиваю по саге, но тем не менее, даже по саге не просто вышивается, потому что часто приходится менять нить. Это все разбросано. Все такое мелкое. Такое все очень непростое. Ну, одиночки даже есть. Ну, в общем, такой сложный процесс. Но получается уже симпатичный. Я рада, что я взяла этот процесс, потому что, знаете, лежит-лежит все, думаешь, ну вот, когда-нибудь начну. Ну, надо начинать. И процессов много. И новый процесс встроить в ротацию на самом деле очень сложно. Этот процесс нашел свое местечко в игре. Он будет идти в этой игре, в этой ротации. И я думаю, что будет там вышиваться просто замечательно. Если кто-то хочет присоединиться в нашу игру, очень интересную и ненавязчивую, ссылка в инфобоксе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Вместе всегда веселей. Что еще? Что еще? А, еще один процесс, который у меня также участвует в этом, в этой игре. Это Теа Гувернюр, монограмма. Вот такие розы и василечки. Было у меня вышло совсем чуть-чуть. Ну, и я подумала, что вот эта игра как раз для тех процессов, которые не могут встроиться в ротацию и будут вышиваться потихоньку. По мере того, как рулетка выбирает процесс в течение недели. Максимум у нас 2000 крестиков. Это посильная норма. Можно потихоньку вышивать. Вот. И этому процессу тоже посчастливилось вышиваться на этой неделе. Было 750 крестиков задано. Я вышила больше 1000, там 1050, что-то около того. Были ошибки, исправляла. Ну, и вот еще я также обнаружила несколько ошибочек. Нужно будет все это переделать. Я рада, что вернулась к этому процессу. Думаю, что, ну, если он будет везти в феврале, у него есть шансы быть вышиты. Здесь уже около 40%. Вот такие розы. От Тейгу Вернюр. Вышивается на льне 14-го каунта. Лен Пермин. Такой жесткий лен. Ну, кто вышивал на Пермин, знаете. Жесткий лен. Ну, очень хорошо на нем ложатся крестики. Так, что еще? Что еще у нас в феврале было? Что еще? А, ну, покажу вам еще процесс, который участвует в игре, но который пока еще там не вышивался. Это мои любимые зимние радости. Вот. Дизайн Дименшинс. Сборка клубок желаний. Вот столько у меня вышито. Половина. И я решила, что этот процесс я тоже добавлю, потому что, ну, как бы зима заканчивается, да, у нас уже начинаются новые СП, и мы, в общем-то, уже переключаемся на новые процессы, новые дизайны уже. Совсем другая у нас волна идет, другое настроение. Хочется цветов, бабочек, какого-то праздника. И этот процесс уже немножечко, он вытесняется. И я думаю, что в этой игре я тоже смогу его вышивать по чуть-чуть, не забывая. И к концу года, я надеюсь, мы с вами его тоже увидим в завершенном. И я вот тоже возьму в руки вот так и скажу, ура, Дименшинс готов, я смогла его вышить. Так, что еще, что еще? Также, также я немножечко, немножечко я начала вот такой наборчик, подарочек от Марины, бычки новогодние, вышивка на пластиковой основе. Ну, там совсем чуть-чуть у меня вышито. Это я показывала в отчетной неделе, поэтому не буду сейчас уже досылать, показывать, нет смысла. Вы увидите уже все в следующей вышивальной рукодельной неделе, что получается. Так, и еще один процесс. Нужно его сейчас принести. Итак, это у меня Дименшинс, называется Мать-Земля набор. Размер работы у нас будет, секундочку, 56 на 43 сантиметра. Скорее всего, ткань, да, это ткань. Размер работы 41 на 28 сантиметров, 41 на 28 сантиметров. Мать-Земля. Вот такой старенький наборчик, дизайн. Ну, у меня сборка, у меня не оригинальный набор, но с оригинальными нитками. Вот, и с данным процессом я участвую в флеш-мобе у Оксаны Дересы. Мы вышиваем мир. Я начала, и с этим дизайном у меня не все гладко. Здесь схема не очень хорошего качества. Нитки рвутся. Не все, но есть цвета, которые прям вот вообще перетираются, рвутся. Такие огромные куски приходится выбрасывать. И вышив небольшой участок, вот здесь вот что-то у меня чуть-чуть было вышито, у меня сразу, знаете, потерялось настроение, вот этот запал, интерес. Я все это забросила. И не могла никак собраться просто силами, принять какое-то решение, что мне делать, как организоваться, вообще как вышивать эту работу. Мне схему на всаги прислали, и как бы все. Но схему в всаги тоже нужно переделывать, под значки менять, менять под нитки GP-код, что-то делать. Ну, в общем, нужно тоже как-то заново вообще все переорганизовывать. И это меня очень сильно угнетало. Я никак не могла собраться с силами. Я вообще не люблю переорганизовывать все с нуля. Вот, когда с самого начала все делаешь, уже как бы это одно дело, а когда все переорганизовываешь, это совсем по-другому. Вот, и долго не могла собраться с силами, потом решила, так, Юля, сможешь. Такой интересный дизайн. Хочется его вышивать? Хочется вышивать. Много персонажей, будет интересно. Чуть-чуть вышел, уже что-то новое появляется. Хочется вышивать. И я собралась с силами. И на этой неделе приступила. И вы видите результат. Результат есть. У меня вышелся вот такой небольшой участок, но сага говорит, что около 20% у меня вышито. 20-25. Я там не все отмечаю такими блоками. Вот, около 20% у меня вышито. Поэтому буду продолжать в том же духе. По чуть-чуть, потихоньку. Буду вышивать. Неделю примерно в месяц. Буду уделять этому процессу. И откладывать, чтобы не сильно мне расстраиваться. Посмотрите, какое яркое растение. Здесь бабочка. Вот тут уже хариок намечается. Здесь будет черепашка. Лебедь красивый. Лотос. Морской конек. Рыбки. Вот тут будут дельфины. Ну, тут сама девушка. Все очень яркое. Зелени много. Здесь еще нет бэксича. Поэтому все, конечно, такое смазано-размазано. Представляете, бэксич, как все украсит, подчеркнет все детали. А живут цветы, бабочки и все животные. Будет, конечно, волшебно. Я в предвкушении. Мне очень интересно. Поэтому забрасывать не буду. А потихонечку все-таки буду идти и продвигать этот процесс. Вышивается в основном полукрестом. В 3-4 нити. Есть полукрест в 1 нить. И совсем чуть-чуть крестика. За счет того, что много полукреста, соответственно, вышивается легко и быстро. Вот. Есть также участки, где не зашиваются какие-то такие моменты. Ну, это Dimensions. Здесь все очень продумано. И несмотря на то, что это очень такой старенький дизайн, посмотрите, какие яркие цвета используются. В основном в новых дизайнах Dimensions используются такие прям вот кислотные яркие цвета. А здесь вот старенькие Dimensions и такие яркие нитки. Ну, классно, интересно. Правда. Если бы не вот эти моменты с нитками, которые рвутся, то было бы все хорошо. Ну, ничего. Я просто настраиваюсь и рвутся, рвутся, выбрасываю. Не хватит, добавлю, заменим, найдем. Всегда есть решение. Главное, получается красиво. Это самое главное. Вот если бы схема была плохо проработанная, вот тут уже действительно проблема. Уже ничего не сделаешь. Нужно все выбрасывать. А схема все-таки проработанная. Пусть есть какие-то моменты. Главное, красиво получается. Вот такая красота. Что еще по процессам? По-моему, все. Больше у меня ничего не вышивалось, если я чего-нибудь не забыла. Но вышивается у меня еще панна, берег, ключ, мудрость, что-то там знание. Но на работе и там мало вышито. Поэтому, скорее всего, я уже его в марте вам принесу, покажу. И давайте немножко поговорим о планах. Итак, поговорим немножко о планах на март месяц. Ну, во-первых, игра в рулетку продолжается в группе ВКонтакте. Поэтому все эти три процесса, которые я вам показала, они там тоже будут участвовать. Дальше. С завтрашнего дня, с 1 марта, у нас начинается новый совместный проект «Райский сад». В этом совместном проекте могут принимать участие дизайнеры с цветами, бабочками, птичками. Если кто-то еще не присоединился, пожалуйста, у вас есть шанс. Ссылки также в инфобоксе. Переходите в нашу группу ВКонтакте, подавайте заявку, и будем вышивать все вместе. Если у вас нет доступа к ВКонтакте, тогда присылайте нам мою почту. В Gmail я оставлю свой почтовый ящик. Присылайте фотографию процесса, описание. Я также буду добавлять за вас вашу информацию ВКонтакте, ну и создавать наш отчет по традиции на YouTube. Поэтому вы также сможете принимать участие в нашем совместном проекте. Если кто-то хочет стать спонсором нашего проекта, пожалуйста, тоже очень рады. Спонсоры всегда нужны. Всем мы любим подарки. Так, что еще? А, и начну я с наш совместный проект, с дизайна вербака, набора вербака. Яркие птицы. Какие они яркие? Яркие. Все время запомнили, почему-то хочется сказать, синие птицы. Но это яркие птицы, называется дизайн. Вот такой красивый. Показываю только обложку, потому что подготовка у меня уже завершена, там большая рама, и ничего еще не вышит, а нет смысла тащить и показывать. Вот, завтра начинаю вот этот процесс. Прямо, знаете, при вкушении хочу вот с первого числа, как мы договорились, взять и сделать первые крестики. Что еще? Также будет вышиваться там и вот этот процесс от Джанлин. Ну и цветы от Тея Гувернур тоже там будут вышиваться. И еще у меня четыре, по-моему, набора новых там заявлены. Но я буду постепенно открывать и пускать в процесс. Я пока картинки добавила, но постепенно буду делать также распаковку. Вот, что еще будет вышиваться в марте месяце. Постараюсь также уделить неделю проекту Мать-Земля. Нужно его продвигать. Так. Дальше. Ну, я думаю, что вот этих красивощих бычков в марте я смогу завершить. Кто-то вышибать всемуличивал. Дальше. И из новенького, что у меня будет в марте месяце, я хочу начать вот эту ракушку, красивую игрушку. Тоже вот Риолис. Игольница. Вот. В принципе, планы объемные. Особо нового ничего не начинается. Ну, может быть, и начнется еще что-то. Я не знаю, как по настроению. Но основной упор на то, что я вам показала. Хочу немножко продвинуть процессы. Хочу, чтобы были какие-то тоже финиши. Посмотрим, как будут продвигаться и на что у меня будет больше настроения. Итак, буду завершать это видео. Показала вам все итоги, все вышивки, которые у меня участвовали в феврале месяце. Смотрю, у моей камеры садится уже батарея, поэтому пора-пора завершать видео. И я и так вам быстренько все протараторила. Ну, в моих видео за неделю, в основном выходят или раз в неделю, иногда и два раза в неделю выходят видео. Я там все подробно уже рассказываю по всем процессам. Ну, а здесь немножко так больше общения живого. Вы на меня посмотрели, процессы я вам показала. Ставлю какие-то фотографии в конце видео. А, забыла отметить еще очень такой интересный момент. В феврале месяце у меня оформилась одна работа, старенькая, большая работа. Это мой корабль от Риолис с вышивкой. Вышивка называется Попутный ветер. Очень долго эта вышивка лежала в рулоне. И так случилось, что она понравилась одному нашему хорошему знакомому. И, в общем, так у меня ее очень деликатно просили, что я не смогла отказать. Мы с мужем ее оформили, пока она не подарена. У нас карантин, мы не можем передвигаться. Но она ждет своего хозяина на работе. Я вставлю фотографию, тоже напомню, как у меня оформилась эта вышивка. Тоже событие, да, такое хорошее. Много было покупок, подарков в этом месяце. Так, ну все, в принципе, будем стремиться работать и в марте, также продуктивно, чтобы порадовать и себя, и вас хорошими итогами, возможно, какими-то финишами. На этом у меня все. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»